девочки всем пламенный привет из курского края сегодня у нас такой необычный с вами разговор или в лох или не знаю из подвала скажем прямо зашла я свой подвал решила проверить как это меня запасы запасом скажу вам честно мало очень мало почему снимаю вот так задним ходом потому с девчонки темного подвале показываем вход конечно об одном жалею что он не так хорошо укреплен как положено и такой вот за трапезном состоянии но куда деваться запасы есть я думаю этот подвал нам поможет трудную минуту вот тут у меня совсем уже мало икра баклажанная девчата варенье идем с вами дальше идем в темноту я попробую сейчас вот у меня волшебный фонарик фонариком подсветить тут виктор василич наводил без меня шмон картошку мы садили остались и ящики но это мы сейчас вынесем тут у нас сухо хорошо остаток картофеля на еду на основном на суп на борщ видите мой как чувствовал девочки прошлом летом укрепил подвал я конечно ленивая губа не побелила но бог с ним вот это наши остатки продуктов огурчики внизу помидорки я уже показывала сало компотик немножко а то что было сверху маленькие баночки все мы подъели осталась одна редька так она хорошо сохранилась видно вам в пленочке тверденькая хорошая вот осталось немножко салатикова дальше смотрите девчонки кто-то может будет смеяться но я выросла в такое время когда очень актуально была ворка или пословица переженного бог бережет а еще вам больше скажу я когда училась в училище у нас был преподаватель женщина звали и зинаида петровна почему-то мы называли все и зипа не знаю жива она еще нет она такой была рьяный комсомолец коммунист вела у нас историю кпсс и вот она девочки нам вбила мозг говорится одну такую фразу с которой начинала каждую лекцию каждый урок женщина должна быть перестраховщицей вот каждый день и на нам одной тоже женщина опыта уже хором я отвечаю должна быть перестраховщицей девчонки смешного мало я вот тоже смотрите перестраховщицы дай бог чтоб это не пригодилось запаслись мы водой путеллированная немножко конечно вот тут таня поставила три свечки сейчас если вам видно покажу запаковала спички в фольгу ну как бы чтобы ничего не целило на всякий так называемый пожарный случай продукты у нас конечно здесь есть не будешь так если что новых на первый случай продержаться можно единственно что хочу я большие банки по выносить в кухню летнюю если не будет что попить у нас тут березовый сок виктор василич приберег короче девчонки смешного мало мы живем семи километрах от границы и мы каждую ночь вернее вечер ложимся спать и молим бога что все было благополучно потому что обстановка очень тревожная а это девочки отдельная басня эти ящики сейчас я вытащу а в любите надо принести поставить лопату и лун девчонки а почему я насмотрелась роликов от подруг от друзей живущих на донбассе мало ли что подвал подвалом но если как говорится повезет то засыпет и не вылезешь поэтому видите конечно мой оптимист по жизни сопротивлялся сопротивлялся но в тайне от меня смотрите выполнил то что я просила поставил лом и лопату но естественно дураку понятно что прямого попадания тут не спасешься но если что если беда не дай бог в наш дом придет хотя бы от кассетных этих всех ударов от мелких ударов можно будет укрыться девочки как вы думаете вот такие вот дела еще хочу сюда в угол поставить просто большую 20 литровую баклажку с простой водой мало ли что-то загорится или как-то ну и конечно здесь я наложу место чтобы было где пересидеть не ступчики теплые вещи принесу береженого бог бережет как бы не казалось то странным но у нас соседи многие сделали то же самое вот такие девчонки и веселые дела конечно мы не верим что это случится потому что ну судя по последним событиям были такие уже моменты и не раз и наши защитники дай им бог здоровья сил терпения и мужества достойно выполняли свою работу но упает говорится очень близко и даже уже мы дважды прославились в вестях наш городок подвергался обстрелу поэтому вот такие девочки сегодня не очень веселые дела так что видите как чувствовал сердцем конечно вот тут не доделал но я думаю как говорится старая кладка люди делали на совесть раньше все возможно это убежище нам пригодится как есть такое выражение лучше подготовить да не нуждаться чем наоборот ни о чем не думать а потом быть застатым расплох вот такие наши новости девчонки ну конечно тепло не скажу здесь не сыра ничего у нас чуть ниже соседи вот в ту сторону из из горочки там у них подвалы сырые и даже по щиколотку воды бывает у нас такого нет свежо но не холодно не сыра все сейчас станет займется небольшим марафетом и в надежде огромной надежде на хорошие добрая светлая лучшее все равно будет заниматься говорится не будем надеяться на авось на этом всем пока пока мои дорогие не хочу встречаться в таких местах и с болью в сердце с ужасом смотрю вести когда показывают людей которые находятся подвалах вот такие дела ребята все будем жить пока пока